Делаем скейт и фотосессию. Всем привет-привет! Мы начали! Всем привет, мои хорошие! Волосы торчат дыбом. Сегодня 14 февраля, День влюбленных. Поздравляю всех влюбленных с этим праздником. И сегодня у нас такой сюрприз. А какой сюрприз? Я вам сейчас покажу. Сегодня 14 февраля. Все празднуют, гуляют. А у нас к нам гости пришли наши драгоценные, любимые родители. И покажу я вам мою красавицу. Вот, баба-джим, наш анемчик. Баба-джим, сегодня у нас был байрам. Сегодня у нас был сюрприз. И у нас был сюрприз. Я говорю, что его очень многие полюбили. Я говорю, ну ты, мама, не ревнуй. Вот такие вот у нас гости. Они у нас побудут, наверное, несколько дней. И я буду сейчас за ними ухаживать. Какие они сладкие. Мои родители. Вот начинаются угощения у меня. Сейчас они идут с Эндерой погулять. Я говорю, он такой интеллигентный. Видно сразу. Вот такие вот у меня родители. Сейчас они пойдут погуляют. Но мама останется здесь. Я пошла готовить на кухню. Я буду угощать своих родителей. Найдерих родителей. Короче говоря, я поставила курицу варить. Домашнюю. Домашнюю, посмотрите. Какая курица. Какой бульон. Супер. Я не знаю, она сварилась или нет, интересно. Сейчас мы проверим. Домашняя, наверное, надо еще. Сделаю я плов. Салатик и плов с курицей из нее. И супчик. Буюр, к столу, к столу. Что приготовила невестка? Вот я приготовила такой бульон. Курица у нас такая. Лобов. Робзон у тебя. Робзон. Лабелир. Моя у меня оливье. Банту будем пить. Колом. Так вот. Будем пироваться. Ну что, садимся кушать. Всей семьей мы сели ужинать. И я сейчас буду переводить вам походу на русский язык, о чем мы говорим за столом. Просто здесь есть такие смешные курьезы, произошедшие с нами, что я хочу вам перевести. А поговорить, что у них было около 30 штук кур, когда он работал раньше учителем. Я говорю, тебе принесу фотографию Индера, когда он был раньше маленьким. А я сказала, очень интересно посмотреть. А я говорю, ты рассказал родителям, как я перепутала тебя с папой какое-то время и начала смеяться. Был такой курьез у нас, что когда мы только познакомились с мужем, мне показал фотографию своего, какую-то фотографию, вот эту. Я схватила ее и начала целовать. И говорю, мой папочка, мой папочка. А Индер говорит, это моя фотография. Какой, говорит, папа. Когда, говорю, я еще не была знакома с родителями, то я им говорила, Индеру, я когда увижу твоих родителей, расцелую их, потому что они воспитали такого воспитания, такого интеллигентного человека. На меня родили и вырастили тебя. Мама, это кушай, говорю, это салат русский я сделала с йогуртом. Даже суп не кушаешь. Она говорит, что у нее желудок болит. Мне так стало смешно, потому что, когда она что-то не хочет, ей не нравится, она всегда говорит, у меня болит желудок. Помнишь, когда я только первый раз, ты пришла ко мне в дом, какую еду приготовила? Я приготовила бурак с майонезом, она вообще его не кушает. И еще приготовила грузинское блюдо с ациви, это соус из ореха. Так она всегда ответила мне, что я не голодная, у меня желудок болит, что я не голодная, говорит. А на самом деле она не хотела меня обидеть, но это было так смешно. Так что я вам всем говорю, невестушки, никогда не угощайте на первом свидании свою свекровь своими национальными блюдами. Айдер вспомнил случай с моей мамой в Батуми. Мы привезли чай, начали пить чай, а моя мама пьет еле-еле. А он говорит, понравилось? Она говорит, да, да. А он говорит, еще добавить? Нет, нет. В общем, одни курьезы с нашими родителями. Такая дружная у нас семья. Чай со сладостями. Сладости не я съела, купили. Завтра я уже спеку что-нибудь, сегодня устала. Вот так вот у нас проходит день влюбленных в уютном семейном кругу. А я сижу здесь возле компьютера, сделаю себе такой кабинет. Пока холодно, у нас очень холодно. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Гигос. Вот такая красивая я сегодня свяжу в своем кабинете. Начинаю работать, буду пить чай. Видите, даже сегодня не привелся в порядок. Знаете что? Получается, когда гости сами понимаете. И с утра как встала, вот только сейчас села. Что я хотела сказать. У меня очень свекровь такая, вот он никуда ни во что никогда не лезет. Вот она пришла, села на этот диван. Вот она будет постоянно сидеть. Ну, нахуй не вынесется. Никуда. То есть ей абсолютно, и мне все время говорят, садись, 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 хватит. Такая она у меня хорошая. Что я хотела с вами поговорить, что я сейчас решила делать своими волосами. Не буду краситься, потому что, посмотрите, ужасно. Ужасно. Вот эти волосы сожгла. Почему так получилось у меня? Я купила, значит, и в Роше, серию шампунь, маски, там все. Я купила ампулу, я вам потом покажу. Специально для улучшения и быстрого роста волос. Вот я ими сейчас пользуюсь. И не буду краситься до объезда в Москву. Только, только в самый последний момент. И буду сильно лечить свои волосы. Многие пишут мне, что сожгла. Да, я очень сильно их сожгла. Что поделать? Нет у меня нормального здесь парикмахера. Так что жду. Должны приехать девочки. Одна девочка должна приехать из Москвы. И я там обращусь к ней. Так что вот так. Такие вот у нас дела. Такая у нас дружная семья. Они смотрят сериал, а я буду работать. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить лайки или дизлайки. Написать комментарии. И не забудьте нажать на эту кнопочку, которая находится внизу под видео. Если у вас будут какие-то вопросы, можете найти меня по ссылке, которая находится в описании. На инстаграм. Подписывайтесь на меня тоже в инстаграме. Ну что, буду на этом заканчивать. С вами была Светлана Та. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok